Групповые упражнения в художественной гимнастике это очень интересное направление, которое стало развиваться в последнее время очень активно. У многих стран вообще нет лишниц и страну представляют только групповички. Сегодня я хочу рассказать о самых успешных сборных мира в групповых упражнениях. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и давайте же уже поскорее начнем. Сборная команды Японии уже несколько лет тренируется под руководством тренера молодежной сборной России Инны Быстровой. Что дает результат? Медленными наверными шагами сборная Японии начинает стабильно претендовать на медали соревнований. Если на последних двух олимпиадах в финале Япония занимала седьмое место, то на последнем чемпионате мира в Безера Япония выиграла бронзовые медали многоборья, а также серебро и бронзу в отдельных видах. Сборная Украина обычно очень долго разгоняется, но к олимпиаде всегда достойно представляет свою страну. Так, на последней олимпиаде в финале Украина заняла седьмое место. Однако сезон 2017 начался для них удачнее обычного. С первого чемпионата мира после олимпиады они стали показывать достойные результаты. И уже в Безера смогли занять шестое место в финалах. Сборная команда Израиля на последней олимпиаде в Рио в финалах заняла шестое место. Что безусловно успех, но к сожалению на чемпионат мира в Безера Израиль отказался выставлять сборную в групповых упражнениях. Была сформирована команда из 18 девочек, но к соревнованиям остались только 5. Федерации Израиля предположили, что гимнастки покинули сборную, не желая тренироваться под руководством Ирины Викторчик. Хотя именно она приняла решение не выставлять сборную в Безер. Сборная команды Белоруссии всегда считалась очень сильной и конкурентной в борьбе за золотые медали. Так на олимпиаде в Лондоне они выиграли серебро, но через 4 года не смогли подняться на пьедестал. А новый сезон для обновленного состава отдался им не так хорошо, как им хотелось бы. Девушки смогли занять только 5 места в финалах. Хотя для молодой гимнастки пройти в финал это большой успех. Сборная Италии на последнем чемпионате мира превзошла все ожидания болельщиков, выиграв золотые медали в упражнениях с 5 обручами. На последней олимпиаде они занимали только 4 место, и вот спустя год они смогли выиграть высшую награду. Не зря говорят, дома и стены помогают, ведь чемпионат мира проходил в Италии. Сборная Болгарии также обновила свой состав, однако это нисколько не сказалось на результатах. На последней олимпиаде они выиграли бронзовые медали, а на чемпионате мира в Пезеров многоборье завоевали серебряные медали, уступив только россиянкам. А в финале с мячами и скакалками уступили 5 десятых японков, заняв третье место. Испания еще одна сильная и стабильная команда, правда обновление состава сильно сказалось на ее результатах. Что самое удивительное, это наверное единственная сборная, у которой гимнастки высоко поднимаются только в групповых, а звезд в индивидуальной программе вовсе нет. Каролина Родригес, которая более-менее высоко поднималась, закончила карьеру в прошлом году. На смену ей испанские гимнастки еще не подоспели. На последней олимпиаде гимнастки выиграли серебро, а на чемпионате мира в Пезеров даже не смогли пройти в финалы. Про сборную команду России много говорить не нужно. Девушки выигрывают золото за золотом и лишь изредка уступают первенству другим странам. Хотя на последней олимпиаде накал страстей был весьма интересным. После потери в первом виде девочки все-таки собрались и вырвали золотые медали для страны. Пишите в комментариях, какая сборная в групповых упражнениях ваша любимая. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Пока-пока!